Дорогие друзья! Уважаемые любители и поклонники картинга, мы продолжаем онлайн-трансляцию на сайте kartingrf.ru соревнований второго этапа чемпионата России, первенства России и Академии Российской Автомобильной Федерации на втором этапе сезона 2016 года. Трасса картодрома Лемар в Ростове-на-Дону гостеприимно распахнула свои объятия почти 140 участникам, заявленным на этот этап из более чем 40 городов России. И вот сейчас на ваших мониторах стартовый список участников второго финального заезда в классе «Микро». Герасим Скуланов, 77-й номер, стартует с первой позиции, город-братовщина. Рядом с ним на стартовой решетке Дмитрий Матвеев из Новосибирска. Вторую пару составили Максимилиан Попов из города Сочи и Герман Потеев из Екатеринбурга. Третья пара – Максим Шашенко, юбилейный, и Константин Крапин из Фрязино. Далее – Егор Проскурин из Тольятти и Владислав Ефимов из Воронежа. Пятая пара – Андрей Никандров из Санкт-Петербурга и Георгий Микитюк из Ростова-на-Дону. Это десятка лучших по итогам первого финального заезда. Далее следуют Николай Проценко из Москвы и Александр Куницын из Одинцова. Вслед за ними – Даниил Васильев из Санкт-Петербурга и Михаил Водянек из Ростова-на-Дону. Далее – Сергей Лунин из Армавира и Олег Нудьга из Краснодара. Следующая пара – Федор Ханжин из Дмитрова и Тимур Ерманов из Воронежа. И во втором десятке Константин Костин Платон из Москвы и Марк Маклаков, также представляющие столицу нашей Родины. Ну что же, 20 пилотов, все 20 заявленных на участие в наших соревнованиях, самых юных пилотов класса «Микро» сейчас находятся на стартовой решетке. Последние приготовления, последние наставления со стороны механиков и руководителей наших юных пилотов. Суперзвезды класса «Микро» на стартовой решетке картодрома «Лемар». Товарищи взрослые, обратите на них внимание. Попадание – это будущее российского картинга, будущее отечественного автоспорта. Дан старт, 6 кругов пролетят незаметно, поэтому давайте болеть всеми фибрами души своей за наших мальчишек. Есть вылет первый в районе перед третьим постом. Ну что же, все только лишь начинается, и здесь плотненькая группа ведет борьбу за попадание в тройку сильнейших. А тройка беглецов тем временем удаляется, помахав крылом преследователям. Итак, внимание, внимание, дамы и господа, говорит и показывает Ростов-на-Дону, говорит и показывает картодром «Лемар». Ах, какой досадный вылет! Это 77-й номер Герасим Скуланов, который стартовал с первой позиции и сейчас бросается в погоню. В погоню за своими соперниками. Такой подарочек он сделал, а, своим соперникам, своим конкурентам. И вот сейчас придется все начинать сначала с Куланову. Ай да, Герасим! Ну давай, родной, постарайся уж. За тебя болеют, в тебя верят твои земляки и, конечно же, члены твоей команды. А у нас тем временем лидеры отправляются на второй круг заезда. И первым это сделал Дмитрий Матвеев из Новосибирска. Фаворит сезона. Дмитрий Матвеев набрал на Усть-Лобинской трассе «Пилот» в самом начале апреля 82 очка. Вы можете себе представить? 82 очка. И он пока лидер сезона. Так что вот такой подарок, получив от Герасима, конечно же, Дима своего не упустит. На второй позиции 33 номер. Это Максимилиан Попов, город Сочи. Еще один из фаворитов сезона в классе «Микро». Ну а на 12 позицию прорвался у нас 35 номер. Это Марк Маклаков из Москвы. Аккуратненько, предельно внимательно нужно мальчишкам преодолевать вот эти влажные виражи, которые еще и забросаны мелкими комками грязи, грунта. Поэтому, конечно же, здесь нужно предельно внимательно действовать на каждом вираже. Сейчас крупным планом на ваших мониторах был 31 номер. Это Максим Шашенко из «Юбилейного». Максим Шашенко, «Юбилейный», стартовый номер 31. И вот какой сейчас был красивый ракурс практически на нас. Прямиком в лобовую атаку шла целая тройка участников заезда. Матвеев, Попов, Шашенко, Проскурин и Ефимов. Это пятерка лидеров заезда. Борьба у нас не прекращается. Входят во вкус юные спортсмены, юные пилоты. И здесь уже только спокойствие и хладнокровие помогут сохранить себя на трассе. Кстати, Максим Шашенко, 31 номер, показал лучшее время на втором круге. 1 минута 22,71 секунды. 1 минута 22,71 секунды. Максим Шашенко. Не зря мы его крупненько показали. Вот он, пожалуйста. Лучшее время на круге. Это здорово. Тем временем Дмитрий Матвеев, пилот из Новосибирска, продолжает лидировать в заезде. И я думаю, что удачу он точно держит сейчас очень крепенько. Цепкой хваткой. Вот какой красавец. Крупным планом. Тут еще и птица у нас мелькнула. Параллельным курсом пролетающая низко над зеленым газоном. Это зрелищно. Это красиво. Особая такая изюминка нашей картинки. Итак, провожаем лидера заезда на четвертый круг. Второй финал. Вторая финальная гонка в классе микро. 55 суток секунды. Всего-то навсего. 55 суток секунды. Уступает Митий Матвееву. Его соперник Максимилиан Попов. Шашенко на третьей позиции. Проскурин на четвертый. Ефимов замыкает пятерку сильнейших. А далее Микитюк, Васильев, Скуланов, Маклаков. Ну что же. Ерасим Скуланов все-таки прорвался в восьмерку сильнейших. А преследователь лидера Максимилиан Попов показывает на третьем круге лучшее время. 1 минута 21 и 95 суток секунды. 1 минута 21 и 95 суток секунды. Так что пока еще рано почивать на лаврах Митии Матвееву. Димочка, держись, родной. Я думаю, что мама за него сейчас очень переживает и держит кулачки. Дмитрий Матвеев. Лидер заезда. Но очень близко к нему подобрался практически на дистанцию атаки сейчас в вираже его соперник. Максимилиан Попов. Время для атаки еще есть. Так что мы с вами вот-вот можем увидеть решительный прорыв на позицию лидера со стороны Попова. Посмотрим. Вот эта парочка. Вот этот своеобразный, разноцветный, симпатичный твикс. И сумеет ли, сумеет ли удержать позицию лидера Дмитрий Матвеев? Хочется в это верить. На предпоследнем круге участники заезда. На предпоследнем круге вот эта пара лидеров, которая сейчас привлекает всеобщее внимание. Тем более, что на предыдущем четвертом круге Максимилиан показал лучшее время. Одна минута двадцать одна и сорок семь сотых секунды. Одна минута двадцать одна и сорок семь сотых секунды. Ну что же, Максюша, давай, 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 давай. Я думаю, есть кому поболеть за тебя в этот день, в этот решающий момент соревнований. Спокойствие и хладнокровие. Я удивляюсь, откуда оно берется у юных, столь юных спортсменов. Они верят в себя, верят в свои силы и очень четко выполняют все то, о чем им говорили тренеры и наставники. И вот сейчас мы провожаем пару лидеров, практически готовы проводить их на финишный шестой круг. Итак, встречайте, встречайте. Дмитрий Матвеев и Максимилиан Попов на финишном шестом круге. И отставание Максимилиана всего-то навсего семнадцать сотых секунды. А здесь какая шикарная борьба, тридцать пятый и семьдесят седьмой. Боже ты мой, Марк Маклаков против Герасима Скуланова. Кто выйдет победителем из этой борьбы? Скуланов отстает от лидера больше, чем на семнадцать секунд. Так что дорого обошлась Герасиму та самая ошибочка в начале заезда. И вот сейчас, внимание, внимание, внимание. Дмитрий Матвеев и Максимилиан Попов завершают свое выступление во второй решающей финальной гонке класса «Микро». Крупным планом на наших мониторах семьдесят седьмой номер Герасим Скуланов. Да, все-таки брызги и кусочки грязи попадают в визор шлема Максимилиана Попова. Он периодически счищает их со своего визора. И только лидер заезда Дмитрий Матвеев хладнокровно и деловито крутит баранку своего карта. И он остается лидером до самого конца. Он победитель заезда. Максимилиан Попов финиширует на второй позиции. И третьим до финиша добирается никто иной, как Шашенко. Максим Шашенко из Юбилейного. Проскурин у нас финишировал четвертым. Егор Проскурин из Тольятти. И я считаю, это очень достойный результат для Егорки. В пятерке сильнейших у нас еще один пилот. Это Владислав Ефимов из Воронежа. Далее Васильев, Скуланов, Маклаков, Крапин и Микки Тюк. Вот так у нас выглядит группа лидеров по итогам второй финальной гонки в классе микро. Ну что же, теперь и родители, и сами пилоты могут расслабиться, потому что теперь впереди их ожидает только лишь церемония награждения, которая по расписанию дня начнется приблизительно в районе 18.00. В 17.45 записано по регламенту соревнований. Ну, я думаю, пока они приготовятся, пока они почистят перышки, мы будем рукоплескать самым юным участникам наших соревнований. Итак, вот они результаты заезда. Дмитрий Матвеев, Максимилиан Попов, Максим Шашенко, Егор Проскурин, Владислав Ефимов, Даниил Васильев, Герасим Скуланов все-таки сумел прорваться на седьмую позицию Герасим. Обошел он все-таки Марка Маклакова. Константин Крапин на девятой позиции, Георгий Микитюк замкнул десятку сильнейших. На одиннадцатой позиции финишировал Александр Куницын, Андрей Никандров на двенадцатой, Николай Проценко на тринадцатой позиции, Платон Костин на четырнадцатой. Пятнадцать лучших замкнул Герман Фатеев. А далее Сергей Лунин, Федор Ханжин, Олег Нудьга, Тимур Ерманов и Михаил Водяник не добрались до финиша. Обидно, досадно, но что тут подделаешь. Это картинг, господа. Ну а пока мы видим в накопителе участников следующего заезда. Это отборочный заезд АЦ в классе Супер Мини. И совсем немного времени, совсем немного времени остается до старта. Участники этого заезда должны будут преодолеть, ну достаточно серьезную дистанцию. Дистанцию, девять кругов. И я думаю, что все у нас получится, все будет хорошо. Затем нас по расписанию ожидает утешительный заезд в классе Мини, где шестеро счастливчиков, пришедших первыми к финишу, получат путевку в финальный заезд. И это действительно реальный шанс все-таки прорваться в финальные заезды. Итак, класс Супер Мини, отборочный заезд АЦ, дистанция девять кругов. И томительное ожидание, тревожное ожидание в накопителе. Ждем, готовимся, переживаем, строим прогнозы, заключаем пари, товарищи. Кто будет лучшим в этом заезде, об этом мы узнаем совсем скоро. Продолжение следует... Продолжение следует... Дорогие друзья, дамы и господа, все те, кто внимательно следит за ходом борьбы первого дня соревнований На втором этапе чемпионата России, первенства России и Академии Российской Автомобильной Федерации На втором этапе сезона 2016 года Мы ведем онлайн-трансляцию с трассы картодрома Лемар, что находится в Ростове-на-Дону. Итак, класс Супермини. Стартовый список этого заезда. Кирилл Смаль, город Арамиль, первая позиция. Рядом с ним Леонид Попов из Москвы. Вторая пара Руслан Фомин из Белгорода и Григорий Алексеенков из Москвы. Третья пара Арсений Набережнев из Белгорода и Тихон Харитонов из Санкт-Петербурга. Четвертая пара Сергей Сонкин, Москва. Максим Соболев, Москва. Пятая пара Артем Мамонтов из Санкт-Петербурга и Андрей Живнов из Москвы. Это первая десятка по результатам предыдущего заезда. Далее шестая пара Никита Артамонов из Брянска и Ярослав Краснопольский из Краснодара. Александр Рымар из Москвы и Евгений Харьковский из Севастополя. Далее Артемий Першин из Санкт-Петербурга, Ярамир Каюмов из Новосибирска. И замыкает пелитон в этом заезде Тимофей Шевченко, город Одинцово. Все 17 сейчас находятся на трассе, на дистанции. Пожелаем удачи спортсменам. И 9 кругов, напоминаю вам, 9 кругов должны будут преодолеть спортсмены в этом заезде. Пожелаем удачи! 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 Принят старт! И вот сейчас 17 пилотов устремились в стартовый вираж. Ну, здесь вроде бы без приключений. К сожалению, мы видим сейчас крупным планом прямо на стартовой решетке, похоже, выбывает из борьбы Максим Соболев, представитель московской команды «Серебряный дождь», стартовый номер 14. Итак, на первом круге участники заезда. Пошла череда обгонов. Супермини – это действительно серьезно. Вот, пожалуйста, разворот! Не повезло сейчас Арсению Набережневу, пилоту из Белгорода, представляющему команду Тим Комаров. Арсения развернуло, и вот сейчас он, потеряв несколько позиций, все-таки возвращается в борьбу. Кто-то пролетел мимо него по зеленому газончику. Ну, такое бывает в картинге. И вот, пожалуйста, крупным планом стартовый номер 9. Это Леонид Попов из Москвы. И целая группа, целая стаи, я бы даже так сказал, преследователей, которые мчатся вслед за лидером. За тройкой лидеров, которая пытается, пытается оторваться уже на первом круге от соперника. Шестой номер. Шестой номер. Лидер заезда. Кирилл Смаль. Кирилл Смаль. Город Арамиль. Представитель команды НИР Рейсинг. Попов на второй позиции. Алексеенков на третий. Харитонов на четвертой. Сонкин на пятой. Вслед за ними. Артамонов, Фомин, Каюмов, Мамонтов, Краснопольский, Шевченко, Першин и Живнов. Кирилл Смаль. Стартовый номер. Шесть. На позиции лидера. Стартовый номер девять. Леонид Попов, которого мы с вами вот буквально полкруга назад показывали крупным планом. Сейчас перемещается только на третью позицию, потому что его опережает восемнадцатый номер. Григорий Алексеенков. Григорий Алексеенков бросается в погоню за лидером заезда. Кирилл Смаль сейчас должен, конечно же, предельно собраться и насторожиться. Уж больно решительный и скоростной прорыв вперед продемонстрировал Григорий Алексеенков. Представитель команды Прима Рейсинг. Город Москва. И вот, пожалуйста, крупным планом прямо на нас несется тройка лидеров заезда, которых мы провожаем на третий круг заезда. Напоминаю вам, девять кругов дистанции этой схватки, этого заезда. И всего лишь три десятых секунды уступает Григорий Алексеенков лидеру заезда. Меньше секунды отставания и у Попова. И вот, пожалуйста, первая атака, первый решительный рывок со стороны Алексеенкова. И отодвигает он на вторую позицию Кирилла. Кирилл Смаль сейчас второй. Но тут же сзади подбирается и Леонид Попов. Алексеенков, Смаль и Попов. Причем Григорий Алексеенков на втором круге показал лучшее время. Одна минута шестнадцать и восемьдесят восемь сотых секунды. Одна минута шестнадцать и восемьдесят восемь сотых секунды. Григорий Алексеенков. Решительно, достойно. И вот, пожалуйста, в благодарность за его рывок мы берем его крупным планом. Очередной вираж, а вот Кириллу сейчас приходится обороняться, активно защищаться после решительных атак со стороны Леонида Попова. Итак, Григорий Алексеенков, Кирилл Смаль и Леонид Попов. Это тройка лидеров. На шестую позицию пришлось переместиться вниз. Восьмому номеру Сергею Сонкину, представителю московской команды «Фастлайн». Десятку замыкает сейчас приподнявшийся вверх. Пятьдесят первый номер. Это никто иной, как Артемий Першин из Санкт-Петербурга. К сожалению, выбыл из борьбы у нас в самом начале четырнадцатый номер Максим Соболев. И это очень жалко, конечно же. Пилот готовился, пилот надеялся, но так и не сумел вступить в борьбу с соперниками. Итак, дорогие друзья, Кирилл Смаль на второй позиции в погоне за Григорием Алексеенковым. И его подпирает с третьей позиции Леонид Попов. Это тройка лидеров. Борьба за вторую позицию не прекращается. Выискивает удобный момент Леонид Попов. А это борьба между семнадцатым и восьмым. Сергей Сонкин против Никиты Артамонова. Одного из фаворитов сезона в классе Супермини. Алексеенков, Смаль, Попов, Артамонов, Сонкин, Харитонов, Фомин, Каюмов. Ирамир Каюмов чуть меньше пяти секунд уступает Григорию Алексеенкову в этом заезде. Тем временем, напоминаю вам, пилоты находятся уже на пятом круге. На пятом круге заезда стремительно тает время. И, кстати, на шестую позицию Сонкин переместил Харитонова. Да. Тихон Харитонов, пилот из Санкт-Петербурга, смещается вниз на шестую позицию. И вот здесь жаркая погоня. Кирилл Смаль. И на его позицию наступает Леонид Попов. Это борьба за вторую позицию в гонке. Григорий Алексеенков, похоже, уже не досягаем. Хотя не так уж далеко его отпустили соперники. Поэтому все еще может измениться, все еще может произойти. 77-й номер. Это Тихон Харитонов, товарищи, запомните. Тихон Харитонов, город Санкт-Петербург. Замыкает пилотон участников заезда. Так, вот сейчас крупным планом. Крупным планом на наших мониторах 18-й номер. Григорий Алексеенков, лидер заезда. Спокойно и уверенно он возглавляет заезд. И, кстати, показал он на пятом круге лучшее время. Одна минута шестнадцать и восемьдесят семь сотых секунды. Одна минута шестнадцать и восемьдесят семь сотых секунды. Да, потряхивает, конечно, участников заезда. Тут погода постаралась, конечно. И вот так вот красиво с легким заносом выходит он из очередного виража. Череда шпилек и эсок у нас, конечно же, придает особый колорит этой трассе. На трассе картодрома Лемар устаивались настоящие битвы в различных классах. И вот, пожалуйста, семьдесят седьмой номер. Красиво и решительно Тихон Харитонов обгоняет Руслана Фомина, идущего под тринадцатым номером. А мы провожаем лидеров на седьмой круг. Да, отрывается, отрывается от преследователей Григорий Алексеенков. Вот такой скачок на поребрике в исполнении Кирилла Смаля. А Алексеенков показал на шестом круге лучшее время. Одна минута шестнадцать и семьдесят семь сотых секунды. Одна минута шестнадцать и семьдесят семь сотых секунды. Но дуэль-то не прекращается. Леонид Попов прессингует плотненько, наседая на идущего на второй позиции Кирилла Смаля. Кириллу приходится прилагать максимум усилий, чтобы защититься от этих нападок. Вот, пожалуйста, вновь на очередном бираже Кирилл Смаль пытается, пытается оторваться от своего соперника. Восьмой номер это Сережа Сонкин. Сергей Сонкин, стартовый номер восемь, представитель команды «Фастлайн». Десятку сильнейших у нас замыкает пятьдесят первый номер Артемий Першин из Санкт-Петербурга. Вслед за ним Краснопольский и Шевченко. На предпоследней пятнадцатой позиции у нас сорок четвертый номер Евгений Харьковский из Севастополя. Тем временем лидеры отправились на предпоследний восьмой крок. А здесь какая жаркая схватка-то была. Очень интересная схватка между Тихоном Харитоновым и двадцать четвертым номером Ярамиром Каюмовым. Хорошая конкуренция, красивая борьба. Итак, внимание, внимание. Дорогие друзья, мы завершаем, уже практически завершаем заезд, отборочный заезд АЦ в классе Супермини. И готовимся проводить лидера заезда на финишный девятый крок. Григорий Алексеенков может чувствовать себя очень спокойно. А вот его преследователи ведут жаркую схватку за вторую и третью позицию. Тем более, что к двойке преследователей подобрался незаметно и Сережа Сонкин, стартовый номер восемь. Лидер заезда Григорий Алексеенков на финишном круге. Григорий Алексеенков на финишном круге. И его продолжают преследовать, ведя борьбу за вторую и третью позицию Смаль, Попов и Сонкин. Пятерку лучших у нас замыкает Руслан Фомин из Белгорода, представитель команды Тим Комаров. Итак, вновь в лучшее время на предпоследнем круге показывает Григорий Алексеенков. Раскочегарился, как говорится, не на шутку Григорий. И вот сейчас мы провожаем его. Готовимся проводить на финишную прямую. Отличный заезд, красивая борьба, превосходный прорыв на первую позицию. И вот сейчас в гордом одиночестве Григорий приближается к своему победному финишу. Внимание! Ух, какая схватка, товарищи! Финиш, финиш, финиш! И что мы видим? Вылетает, вылетает в зеленый газон, хватается за голову. Участник соревнований под номером 9. Это Леонид Попов. Леня, как же так? Вторым к финишу добирается Кирилл Смаль, Сергей Сонкин финиширует третьим. И как обидно сейчас я представляю Леониду Попову, который так и не добрался до финиша, вылетев, ну буквально на последних метрах дистанции, на последнем вираже, вылетев в зеленый газон. Ничего горше представить себе невозможно. Это сюрприз, это неожиданность. Итак, тройка лидеров. Григорий Алексеенков, Кирилл Смаль и Сергей Сонкин. Вслед за ними Никита Артамонов, Руслан Фомин, Ярамир Каюмов, Тихон Харитонов, Артем Мамонтов, Артемий Першин. И десятку лучших замкнул Ярослав Краснопольский. Стартовый номер 41, город Краснодар. Вслед за ним финишировали Тимофей Шевченко, Арсений Набережнев, Андрей Живнов, Евгений Харьковский и Александр Рымар, финишировавший на пятнадцатой позиции. И как обидно, как досадно не сумел финишировать Леонид Попов. Это была борьба. Это была борьба за вторую позицию на финише. И какое решение будет принято спортивными комиссарами, об этом мы с вами узнаем чуть позже. Ну а сейчас, дорогие друзья, начнется подготовка утешительного заезда в классе мини. Начиная с двадцать третьей позиции. И это будет борьба за попадание в финалы. Шестеро лучших из утешительного заезда пробьются в финал. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...